здравствуйте с вами дом пряжи сейчас мы научимся вязать снут из перуанской шерсти вот такого вот джинсового цвета это стопроцентная шерсть очень мягкая на ощупь понадобится нам ее на снут в один оборот приблизительно полтора мотка а из трех мотков может получиться снут и шапочка нам понадобится полтора мотка этой пряжи для соединения нитей подушечка и иголка для валяния спицы 10 миллиметров либо 12 миллиметров вот такие можно на деревянных взять металлические у меня спицы вот такие немецкие пряжу и аксессуары для вязания то есть спицы можно приобрести в нашем магазине дом пряжи . рф приступим мы значит наберем для снудов в один оборот мы наберем шириной приблизительно 58 60 сантиметров мы наберем 42 44 петли вязать мы будем платочной вязкой и в принципе такая такой узор что можно количество петель можно добавлять по своему усмотрению оставляем конец приблизительно метр-полтора длиной чтобы набрать петли и делаем набор обыкновенный 42 петли плюс одна для закрытия ряда итак мы набрали петли наши и теперь мы должны соединить их в кольцо приблизительно наполовину так делим и вытаскиваем спицу вот таким образом поворачиваем теперь что мы делаем вот этот вот конец мы его сюда заправляем и теперь мы замкнем в кольцо наше вязание следующим образом мы возьмем вот эту петельку снимем крайнюю с одной спицы и петельку с другой спицы снимем и потащим одну в одну и снова наденем собственно теперь вынимаем один конец смотрим обязательно чтобы не перекрутить вязание смотрим таким образом видите вот нигде не перекручено этот кончик у нас здесь серединке чтобы не получилось вот так одна с одной стороной другая другой стороны и начинаем вязать платочной вязкой и первый ряд у у нас будет лицевой лицевые петли все очень просто провязываем лицевыми петлями пока первый ряд лицевой петлями, еще не на повторе, но первый ряд еще не провязала. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы провязали первый ряд лицевыми петлями, таким образом закончили. Теперь что мы делаем? Мы вот эту вот ниточку подтягиваем на спицу, а эту вытягиваем. И теперь следующий ряд мы будем вязать платочная вязка, если по кругу есть некоторые особенности. Поэтому второй ряд мы будем вязать изнаночными петлями, не перекручивая, то есть вот за эту переднюю стеночку, потому что у нас так повернута петля, мы будем вязать изнаночные петли. Вот таким образом. То есть первый ряд у нас был лицевые петли, второй ряд изнаночные петли. Второй ряд мы вяжем изнаночные петли за переднюю стенку получается, которая ближе к нам. Довязали два первых ряда немножко посложнее, а потом будет совсем просто. Тут мы здесь навязали до середины, так удобнее перекидывать ниточку. Мы вытаскиваем, протягиваем леску, чтобы подтянуть одну. Мы значит до середины половинку связали, вытягиваем одну спицу, вытягиваем другую протягиваем. Так, и вяжем мы изнаночные петли до конца ряда. На самом деле сложное первое, немножко неудобное первое два ряда, а потом все очень даже просто и легко. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok У нас уже такой круг получился Будем вязать по кругу И следующий ряд у нас будет лицевые петли Лицевые петли мы будем вязать Вот смотрите, петля повернута как бы от меня И мы ее будем вязать за заднюю стенку Чтобы не перекручивать вязание Вот таким образом За заднюю стенку лицевые петли Здесь у нас уже здесь вот петелька Будет, но нам не мешает Движение не стесняет Поэтому все прямо замечательно Никаких проблем и спицы Леска не мешает особенно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конец ряда у нас обозначен Во-первых, концом самой спицы И еще наш хвостик болтается для подстраховки Связали ряд Перетянули спицу И следующий ряд Мы будем вязать лицевыми петлями Изнаночными петлями То есть мы чередуем лицевые и изнаночные петли Потому как мы вяжем по кругу И теперь вяжем изнаночные петли И смотрите, у нас петля повернута по-другому Чем в предыдущем ряде Мы как раз ее будем вязать за стенку Которая к нам ближе Изнаночные петли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И следующий ряд Мы будем вязать лицевыми петлями За заднюю стенку То есть узор платочный У нас получается одинаковый с обеих сторон Но чередуем мы ряды Один ряд изнаночные, один лицевые И лицевые мы вяжем за заднюю стенку Которая дальше от нас Чтобы не перекручивать петлю Таким образом мы вяжем до ширины нужной нам Допустим, если по окружности у нас нут приблизительно 56-60 см То в высоту это где-то 15-20 см И мы чередуем один ряд лицевые Один ряд изнаночные Изнаночные у нас за переднюю стенку Лицевые за заднюю стенку Вот мы связали один моточек Получилось у нас еще нужно немножко довязать Вот еще пол моточка Сейчас мы эти нити соединим Чтобы продолжить Соединим мы их следующим образом Возьмем нашу подушечку Иглу для валяния Сложим два конца Таким образом, чтобы их не видно было Пряжа толстая, поэтому немножко так вот Узелок будет видно А так мы ее и соединим Вот мы соединили ниточку Практически не видно Никакого узелка Там не видно будет И с одного мотка вот у нас получилось Сколько у нас получилось 14 см А нам надо, ну в зависимости от того Какой вы хотите побольше, поменьше С нут завернуть Ну от 15 до 20 см Можно в принципе Можно примерить, какой хотите Ну и повяжем с вами еще Немножко Сантиметром до 20 см И продолжаем вязать То же самое В очередную лицевые и изнаночные петли Вот если у нас на один моток уходит Сколько Четыре 15 см А мы хотим 20 То нам нужно связать еще Рядочка 4 Рядов 8 А вот этих вот полосочек У нас получится Четыре Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Мы с вами связали 18 сантиметров На мой взгляд Достаточно для снуда в один оборот и сейчас будем закрывать петельки вот такой шовчик у нас даже не видно шовчика соединения получилось мы с вами вязали один ряд лицевой один ряд изнаночный но получилось у нас одностороннее потом вязание одинаковое с лицевой с изнаночной стороны так как мы вязали по кругу и сейчас мы закроем петельки и закончим падение нашего снуда закрывать мы будем следующим образом мы провязываем смотря в каком здесь вот маленькая тонкая смотря в каком ряду остановились мы вязали предыдущий ряд и не вязали лицевыми не изнаночными значит мы можем закрывать изнаночными петлями сейчас покажу в чем разница закрыть изнаночные то есть провязываем первую петельку потом провязываем вторую и снимаем через другую провязываем Awards и протягиваем через предыдущую и протягиваем через предыдущую получается такой краешек можно провязать лицевыми не изнаночными то есть мы сейчас покажу как можно сделать лицевыми оденем назад эти петли и начинаем закрытие мы провязываем лицевой следующую провязываем лицевой и протягиваем через милю провязываем, кому как удобно, можно изнаночными закрывать, можно лицевыми протягиваем лицевой и протягиваем лицевой и вытягиваем закрываем получается здесь получается косичка с этой стороны вот так красиво по-любому красиво старайтесь не затягивать эту петельку которая будет с краешком чтобы она была скажем так средней длины чтобы не стянуть край потому что вот это вот более жесткая чем вот этот набор потому чтобы она не стягивала потом при ношении не мешала нужно ее несколько чуть-чуть побольше вытягивать чем обычно то есть как бы свободно, свободно все сильно взять милюш-втор. и пассажир им Закрытие петель мы делаем максимально свободно, чтобы не стянуть край нашего следа. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Слишком длинная нитка здесь не нужна, и тоже елочкой аккуратно заправляем, чтобы не выводить на конце. Вот у нас получился такой вот снот красивый, дорожка такая соединение, очень симпатичная, не совсем невидимая, но очень даже ничего, и теперь мы можем его носить как хотим, к примеру, вот так вот, например. Музыка 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 Музыка